Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я этого не понимаю А еще Вот только мы садимся В американский гастрольный автобус А в передней зоне отдыха Все время работает телевизор И люди везде его смотрят Меня раздражает большое число рекламных роликов По ТВ Меня это просто выбешивает И я стараюсь этого избегать Но подобный телефанатизм характерен Не только для Америки Немцы в Германии делают то же самое Но в Америке телевизор преследует вас повсюду Вот я недавно тренировался в спортзале И там прямо в раздевалке висит экран телевизора Да, это уже обыденность Но все равно подобное телевизоро-зависимость Типична для Америки И это я не совсем понимаю А бывает такое прямо по ходу концерта Ты забываешь слова собственных песен Бывало и такое Мне приходится искать в интернете Там можно найти лирику, криэйтор Причем слава всех выпущенных нами песен Поэтому, когда я реально не помню что-то из лирики Приходится искать Прочитаю, вспомню И тогда мне больше не нужно эти тексты искать Просто бывает такое ощущение И это трудно описать Иногда, когда человек занимается чем-то продолжительное время Ежедневно Так вот, иногда, причем совершенно неожиданно Всего одна строчка вываливается из памяти Текст не всей песни забываешь А всего лишь единственную строчку Не знаю, почему такое происходит Но иногда такое случается Со мной такое произошло совсем недавно На одном фестивале в Германии Потом мне пришлось разучивать Второй куплет одной из наших новых песен Каким учеником ты был в школе? Каким что? Учеником Я бы сказал средненьким Я проявлял интерес к определенным предметам Но не ко всем дисциплинам подряд Я прогуливал какие-то занятия Так как играл в группе Да, школу-то я закончил Как я уже сказал, парочка предметов мне очень нравились Например, история или английский Меня интересовали языки в целом Мне не нравится математика Я считал, что парочка школьных предметов просто бесполезная И эти дисциплины в обычной жизни мне никогда не пригодятся Но сейчас я знаю, понимаю эти вещи в целом По малолетству непонятно, почему надо изучать эти предметы именно сейчас Да, я понимаю, таким образом тренируется ваш мозг Та же математика способствует тренировке вашего мозга Она помогает думать Такие предметы, можно сказать, готовят вас к решению сложных задач Но будучи обычным мальчишкой Я не понимал, зачем мне все это изучать Для меня это было уже слишком Вот та же математика Ее либо понимаешь, либо нет Так вот, я не отличался математическим складом ума Можешь научить нас фразе на немецком «Как сказать, дети берут интервью у групп» Что за фраза? Как сказать, дети берут интервью у групп на немецком Кто берет интервью у групп? Дети берут интервью у групп Kinder intervenengruppen В немецком нет специального термина для слова interview Мы используем такое же английское слово Kinder на немецком значит дети У нас нет своего слова даже для понятия группа Поэтому фраза звучит так Kinder interviewing bands Единственное немецкое слово «дети» На правильном немецком это звучало бы Kinder fragengruppen Но это устаревшая словарная форма В современном немецком языке много адаптированных американских слов Я думаю, что в Америке или в Англии А нет, именно в Америке У вас есть тоже слово «киндергарден» Детский сад Который заимствован из Германии Это немецкое слово Если бы существовал комикс о группе Creator Какой суперсилой обладал бы твой герой Мне всегда нравились супергерои, не наделенные сверхспособностями Больше всего мне нравился Бэтмен Потому что он должен был проявлять смекалку Творчески подходить ко всем технологиям и всем инструментам Имеющимся в его распоряжении Поэтому я выбрал бы супергероя без сверхспособностей А если бы такие сверхспособности и существовали То я выбрал бы что-нибудь очень похожее на моего любимого персонажа Человека-паука, Спайдермена В детстве мальчишкой я был большим фанатом Спайдермена Поэтому для меня важно, что у этого героя есть суперспособности, Паука Вся эта история в чем-то мне близка И сам герой Питер Паркер, он был больше похож на обычного парня Он не был похож на какого-то там заучку, ботаника И мне это в этом комиксе очень нравилось И, наконец, назови нам по именам всех Спайс Гиллс Спорти Спайс Еще девчонка, которая вышла замуж за футболиста Дэвида Бэтхэма Ой, не помню, как ее там зовут А, Виктория Бэхэм Спорти Спайс, Виктория Бэхэм Сколько их там еще? Пятеро Пять? Остальных, ну, не знаю А сколько их вообще? Скерри Спайс, Бэби Спайс и Джинджер Спайс Ага, понятно Ну вот вы можете назвать больше меня Спасибо Спасибо Криэтор всегда были известны своей почти божественной подачей на сцене Вас называют еще властелинами сцены Но сейчас, когда я разговариваю с тобой, ты кажешься мне человеком мягким Побывав на вашем концерте, я услышал песню «Флаг ненависти», так вот вы рубитесь на сцене супер жестко Можешь сказать, что выходя на сцену, ты становишься другим человеком? Нет, нет Конечно, я вхожу в образ, становлюсь другим человеком Было бы просто грустно и печально, если бы как на сцене, так и в обычной жизни я был бы одним и тем же человеком На сцене на концерте я играю роль этакого суперзлобаря Агрессивность – это часть моего характера, но вот когда я общаюсь с тобой, мне незачем быть агрессивным Роль злобного типа – этого требует сама музыка И эта роль делает музыку более энергичной Это часть моего выступления, и, конечно, агрессия – это важная часть моей натуры Но только одним этим моя личность явно не ограничивается За последние лет десять появились сотни современных металлических групп Они признавались в музыкальном влиянии Криэйтора Как ты думаешь, чем же так хороши ваши первые записи, раз они до сих пор близки и понятны современным группам? Часть этих музыкантов выросла на таких наших альбомах, как «Экстремальная агрессия» и «Кайф убивать» А когда мы сами были мальчишками, на нас повлияли первые записи экстремального металла И новые волны британского хэви-металла, которая накатила в начале 80-х Поэтому, когда мы услышали такие группы, как «Рэйвен», «Веном» и прочие классические команды Мы собрали свою собственную группу А потом появилась «Металлика», на нас повлияли первые альбомы «Металлики» «Слэйр», «Посессед», «Шведы Бефери» Многие из тех групп, которые признаются в том, что на них повлияли «Криэйтор» Они пошли уже проторенной дорогой Увлеклись и заиграли металл, послушав один из наших альбомов «Криэйтор», «Слэйр», «Содом» и «Дестракшн» считаются самыми экстремальными командами в жанре трэш-метал В начале своего пути вы намеренно стремились к этому статусу Или все сложилось гармонично по ходу творческого роста? Ну, я бы сказал, что мы дошли до этого по ходу взросления Как бы мне не нравился старт нашей карьеры, когда мы переигрывали песни таких групп, как «Judas Priest», «Twisted Sister» Всех этих пионеров металла Но когда мы услышали «Веном», пришло понимание и осознание, что мы должны играть более экстремально Но при этом мы никогда не стремились стать самыми экстремальными Нам всегда важно сочинять хорошую музыку и хорошие песни Вот это моя точка зрения Конечно, все эти группы играют в металл Я считаю, что музыкант любой металлической группы просто обязан развивать свои сочинительские способности Почему я об этом говорю? Да потому что многие современные группы, вроде как и с самой музыкой у них все в порядке И со звучанием все качественно записано Но вот настоящих песен при этом не хватает Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!